всем салам алейкум это каштанов добро пожаловать на мой канал каштанов reaction и сегодня у нас будет реакция на видео под названием дом брист и завоевали первое место на golden time talent опять ребята на моем канале домбыра и опять это выступление где-то на международной сцене на международной арене судя по картинке это какой-то британский флаг соответственно это лондон англия великобритания короче и хоть те земли ну и судя по всему как бы суй по названию первое место там наверно какая-то золотая медаль неважно но первое место блин это уже о чем-то так говорит а говорит это о том что нам надо посмотреть сейчас это видео записать реакцию ну и высказаться в конце видео прежде чем мы ребят приступим к просмотру по традиции хотел бы сказать всем большой рахмет за то что подписывайтесь на канал за то что остается на канале а кто еще не подписался ребят вы знаете что сделать пройти в описании вернее чуть чуть выше описание там будет кнопка прожать ее и не забыть конечно же про колокольчик уведомления а мы приступаем поехали я так понимаю этот конкурс видеоработа видео тире музыкальных работ вот этот момент классный я такого еще не слышал что-то такое трагическое да ребят будет по зиму лошади бегут все в огне Каспийское море да Каспийское море я так понимаю шикарный кадр как я уже знаю казак переводится как свободный да если я не ошибаюсь и прямо сейчас вот эти кадры да ассоциируются с этим словом то но Блин, ну локация, конечно, очень отчетная, особенно не нравится, когда они на мэйке. Субтитры подогнал «Симон» Ну что, ребята, тут помимо крутого исполнения, да, тут, конечно же, еще и такая визуальная работа, видео вообще очень круто сделано. Ну понятно, да, что это монтаж, но кадры-то, вот это место, локации реальные. Как я предположил, скорее всего, это Каспийское море. Вот этот вот маяк, ну, возможно, ошибаюсь, маяк, да, вот такой небольшой, и они там как раз вдвоем, кадры с коптера. А вот эта вот всякая непогода и огонь, ну понятно, да, это все нарисовано. Так вот мне даже показалось, как будто бы кони нарисованы, но по-моему, нет. Ну, нарисованы я имею в виду графика, но по-моему, нет. Вот у меня прям в один момент это такое вот, как бы промелькнула такая мысль, но все-таки я думаю, что это настоящие живые кони, которые бегут просто, ощущая вот эту вот свою свободу. А может быть их сзади кто-то гонит, я вообще не знаю, как это все снимается, но выглядит в конечном результате в итоге прям просто шикарно. Что касается ребят, ну, виртуозы, и у меня уже вообще складывается такое ощущение, что у вас там просто через одного виртуозы. Просто кто-то как-то там пытается где-то себя показать, и в итоге выстреливает, может быть, на ютубе или еще на каких-то шоу. А кто-то, возможно, просто дома для себя, для своей семьи, на разных тоях играет, и, допустим, скорее всего, может показать ничуть не хуже мастерство владения дамберой, чем ребята вот в подобных видео. Прямо почему-то у меня вот уже складывается такое ощущение. Ну, как бы дело каждого, да? Ребята, если у кого-то есть такие же таланты, записывайтесь в YouTube и загружайте, и где-то там участвуйте, потому что, как ни крути, сейчас интернет, онлайн, это такие прямо, что называется, социальные лифты, да? То есть, когда не было у нас ни у кого такого свободного доступа к интернету, ну, раньше, в принципе, да, и интернета не было, это понятно, то раньше попасть на телевизоры или на радио, это все, это просто какой-то был уникальный случай, один из там миллиона, можно сказать. А сейчас все есть условия, небольшая камера, в крайнем случае телефон, все, немножечко артистизма, ну и, конечно же, профессиональное владение тем или иным инструментом или мастерством, ну, в данном случае дамбера. И все, ребята, алга, действуйте и загружайте в YouTube, в iTunes, не знаю куда, да, может быть, это ваш шанс выстрелить. А социальный лифт, ну, вы понимаете, да, про что это? То есть, как бы, есть еще одна возможность, вернее, не еще одна, а появилась возможность, минуя всяких продюсеров, там, еще кого-то, еще кого-то, всякие лейблы, просто как одному, как одиночке. Вот, кстати, насколько я знаю, Made in KZ, также, да, выстрелили, потому что я спрашивал, и мне в комментариях писали, что они начинали как раз-таки с YouTube. Или не с YouTube, может быть, с iTunes, ну, не важно. Короче, с интернета, с соцсетей, вот эти вот YouTube, это уже тоже в какой-то степени, уже как соцсеть, то есть, они загрузили, людям стало нравиться, пошли просмотры, какие-то просьбы, скорее всего, еще что-то записать, сделать и так далее. И вот, у них уже миллионы и миллионы просмотров, и это их увлечение, хобби, работа. И они этим живут, и зарабатывают, и прекрасно себя чувствуют. Самое главное, что они делают то, что им нравится. Так что, ребята, если у кого есть такие таланты, как в данном случае, и игра на национальном инструменте Домбера, я прям вас призываю, давайте, дерзайте. Мне кажется, все у вас получится, зависит все только от вас, от вашего желания. Да, вот так вот, неожиданно, да, игра на Домбере завела в призыв к действию. Ну, как бы все выходит из видео. Вот два молодых парня, да, они же не родились с этим. Ну, возможно, конечно, какая-то есть доля таланта, ну, может быть, не доля, безусловно. Безусловно, но такой же талант может быть и у вас. Главное попробовать. И сейчас я опять же говорю не только про Домберу. Кто-то рисует, кто-то пишет музыку, как Иманбек, кто-то хорошо скачет на лошадях, как каскадеры из Намад Станц, и так далее, и так далее, и так далее. Кто-то вообще играет в каком-то там театральном кружке, возможно, какой-нибудь будущий Саян или Руслан, да? А может быть, как из недавней реакции на фильмы, Балкон. Айдар, по-моему, да, главного героя зовут? Ну, как для того времени тоже сыграл. Так, как бы, интересно. И, короче, ребята, действуйте. Обязательно у вас все получится. Главное идти к своей цели и не, как сказать, не сворачивайте. Это понятно. Но если вас постигла какая-то неудача, обязательно встать и еще раз пробовать, еще раз идти. Да, не у всех получится. По-любому кто-то как бы не дойдет, да? Но главное стартануть, главное попробовать. Такие мысли, ребят, после прослушивания Домбыры. Особенно, когда игра на Домбере так ценится в мире и занимает первые места на международных конкурсах. Это прямо признание, ну, как бы, в первую очереди, конечно, мастерству владения самих ребят, а потом уже, наверное, Домбыра. Потому что дело-то не в инструменте, а дело в людях, которые могут оживить этот инструмент и выдать такие уникальные мелодии. Как вот здесь прям такие были перебивки, перепевки. Я не знаю, вот не могу это слово правильно подобрать. Проигрыши, да, возможно. Или вот эти вот переходы там. Короче, ребят, я не музыкант, поэтому ошибаюсь, скорее всего, в терминах. Вы меня простите и попросите в комментариях, если я ошибся. Так, ну все, ребята. По этой реакции у меня все. Пишите комментарии, все, что вы думаете по моей реакции, по этому видео. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok